Я Татьяна Акимовна Бунина, врач-эндоскопист городской больницы. Я месяц назад делала свои сообщения и сегодня опять хочу высказать свои мысли. Прошел еще месяц, как я вышла и вылила свои чувства по поводу нашего эндоскопического отделения. Много откликов. Спасибо всем, кто откликнулся. Но оказывается, этого мало. На мое выступление отреагировало начальство лишь отпиской и устным выговором. Зачем же я это сделала и какую перспективу я вижу в дальнейшем? Но на самом деле моя перспектива их меньше всего интересовала. Они боятся, что этим вопросом заинтересуются вышестоящие органы, в том числе и Роспотребнадзор. И что у нас могут забрать лицензию и мы останемся вообще без работы. Но никто больше никак не отреагировал. Затишье. Может перед бурей? А пока вузы ныне там. Ничего не сделали в нашем отделении. Раковины стоят на полу. Теперь нет тумбочек под раковины и нет смесителей. Неужели нельзя сразу додуматься, что раковины без смесителей это просто пустая емкость? А где же и откуда воду брать? Правда сделали две розетки. Хотя надо четыре для подключения аппаратуры. А еще, со слов нашего главного врача, мы сами должны ходить и быть там на месте стройки. И а не заниматься своим врачебным делом. Только давно нет строителей. И с кого спрашивать? А где же ее заместители и те, кто подписывал окончание ремонта? Нас никто не приглашал. А там пустые кабинеты. С недоделанной работой строителей ждут нас. Ждут и пациенты. Когда же в поликлинике начнет полноценно работать поликлиническое отделение эндоскопии? Больные не могут попасть к терапевтам и другим специалистам, потому что их нет. Скоро последние поувольняются. Обидно, что для главного врача мы, врачи, никто. И вообще складывается такое впечатление, что приехал наш главный врач, чтобы развалить до конца нашу больницу. В общем, все здравоохранение в нашем городе. Да услышьте же вы нас. Мы хотим работать. Но все, что было создано, отремонтировано, разрушено, а новое не создается. Люди увольняются. Беспредел во всем. Еще наши санитарочки. Но сейчас она числится как уборщик производственных помещений. Но у нас в отделении должны быть санитарки. Ведь на них сеть Д-средства, которые разводить. Санитарочки должны, а не уборщики. Генеральная уборка процедурных кабинетов должна по графику проводиться. Помощь медсестрам. Чтобы получить должность санитарки, надо было отучиться и получить свидетельство. Все это у нее есть. За свой счет она отучилась и получила свидетельство. Но до сих пор ее не переводят санитарки. Хотя все эти документы лежат в отделе кадров. Ну, все делается для того, чтобы меньше платить. Меньше урезали отпуски ей и все. В общем, люди. Я не знаю, как еще и что еще можно говорить. Но, в общем, у нас самая критическая такая обстановка. Что будет дальше, я не знаю. Больница разваливается. На последнем вздохе работаем. Можно сказать, не работаем, а просто выживаем. Помогите, может быть, кто чем может. Хотя бы своими неравнодушными откликами. Продолжение следует...